Продолжение следует... Но вот, на мой взгляд, есть один препарат, который выступает некой альтернативой для припрофилактической пропойки антибиотиками. То есть можно этот препарат вводить и не использовать различные антибиотики. Препарат этот называется, наверное, кому-то он уже известен, АЦД-2 или АЦД-фракция-2. Вот такой вот бутылечек. Я начал использовать этот препарат по совету своего соседа сначала. Это вот как раз мой тот самый сосед, который где-то придерживается каких-то правил птицеводства, а где-то вообще про них напрочь забывает, как, допустим, создать птицей необходимые условия для того, чтобы она неслась зимой как летом. И вот, тем не менее, они привезли как-то бройлеров. Бройлеры были месячные. Вот я чего не рекомендую делать людям, так это покупать у кого-то бройлеров уже таких вот подрощенных в таком приличном возрасте. Так вот, привезли они этих бройлеров. Если вы помните, лето было, 17-го года довольно-таки прохладно, июнь месяц. Посадили они их просто под навес, ну и птица просто херела на глазах. Она плохо набирала, была вялая. И вот хозяйка, соседка, дала им эту фракцию. Нет, это не прошлый год было, это было позапрошлый год, извиняюсь. И дала им эту фракцию, после этого птица оживилась. Я спросил себя, а как там результаты, какая там положительная динамика наблюдается. Она сказала, что птица оживилась, стала заметно лучше есть, набирать, и все это было видно на глазах. То есть после этого я обратил внимание на эту фракцию. Я обычно, в принципе, даю ее молодняку своему, когда вот у меня в брудер кого-то сажаю, молодняк. То потом в течение недели я где-то их пропаиваю. Для чего? Для чего это надо? Для чего это надо? У этого препарата есть, ну как сказать, можно выделить несколько таких основных положительных моментов, из-за которых я бы вам его порекомендовал. Ну первый положительный момент это иммунокоррекция. То есть давая этот препарат, у птицы повышается иммунитет, сопротивляемость к различного рода инфекциям. То есть если вы этот препарат даете, у вас отпадает необходимость давать птице, возможно, какие-то антибиотики, потому что она более здоровая, более сильная. Либо если птица у вас уже заболела, его рекомендуется давать вместе с какими-то препаратами для лечения, для того, чтобы птица лучше восстанавливалась, гораздо быстрее восстанавливалась. То есть она стимулирует работу ЖКТ, что в свою очередь способствует более полному всасыванию питательных веществ, что в свою очередь за собой влечет ускоренный рост мышечной массы. Это наиболее полезно при выращивании бройлеров. Я уже сказал, что в принципе бройлеров я стараюсь этим пропаивать. Потом она ускоряет метаболизм, ускоряет обменные процессы, что также ведет как к ускоренному росту мышечной массы, так и влияет на яйценоскость очень хорошо. Единственный раз, когда я забыл дать этот препарат молодняку, у меня случился падеж среди индюшат. Это был последний вывод. Возможно, если бы я его дал молодняку, как я это делаю обычно, этого удалось бы избежать. В принципе, всегда, когда я вывожу бройлеров, зная то, что у них слабый иммунитет, я всегда им даю. И вот какого-то необъяснимого падежа мне удается избежать. Единственное, там теряю птицу только из-за того, что она может подавить друг друга. Ну и есть еще одна возможность, как использовать этот препарат. Это местное применение, то есть на какую-то раненую поверхность его наносят. И это способствует улучшению питания тканей, что в свою очередь влияет на ускоренное заживление. Я, честно говоря, таким способом не использовал АЦД-2, потому что я нахожу для него более, как мне кажется, лучшее применение. А для ран я использую другие препараты, но тем не менее, вот данный препарат люди как бы советуют. Можно так использовать. По крайней мере, у него в инструкции такой метод использования написан. Как я его применяю? Я на 10-литровую канистру развожу. Вот у меня есть обычный такой одноразовый шприц. Ну, 2 мл, видите, 2 мл. Вот я развожу один такой полный шприц 2 мл и еще полтора беру. И развожу вот это количество на 10-литровую канистру и даю молодняку обычно, если это цыплята такие маленькие, которые недавно вывелись в течение недели. Также вот если птица у вас взрослая, молодняк какой-то, вы хотите его поддержать, там как-то взбодрить его, то его можно давать в течение месяца, в течение двух. Там норма немножко другая. Там надо давать, ну вот если на шприце обратить внимание, такое маленькое, вот одно деление, это 0,1 мл. И 0,1 мл надо давать из расчета на 1 кг массы птицы. То есть вот такие вот простые рекомендации по использованию этого препарата. Мне кажется, полезная вещь. По крайней мере, можно будет вот эти вот пропойки байтрилами и еще прочими антибиотиками в раннем возрасте, мне кажется, заменить вот этим препаратом. В общем, вот такое вот видео, рекомендация. Если кому-то оно показалось полезным, ставьте лайки. Если кому-то кто-то считает по-другому дизлайки или высказывайте, почему вы так не считаете. В общем, всем спасибо, что просмотрели. Подписывайтесь на канал Птица Домашняя. До свидания.